Барнаул Можно ли назвать Барнаул умным городом? И как сделать так, чтобы краевая столица на фоне других городов России была более комфортной и безопасной для жизни? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях председатель Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Барнаула Павел Есипенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Умный город – это национальный проект, который направлен на улучшение качества жизни. В данном случае Барнаульцев лично у меня возникает вопрос. Каким образом это качество жизни будут улучшать? Действительно, цифровизация экономики – это одна из национальных целей указа президента номер 204, который 7 мая 2018 года был принят. Это проникновение во все сферы социальной и экономической жизни как раз у цифровых технологий. Все, чтобы было горожанину комфортно. Он состоит из управления города с помощью цифровых технологий. Это умная ЖКХ, умный общественный городской транспорт, это общественная безопасность. Ряд еще моментов. Поэтому это в целом сделать жизнь горожан удобнее, комфортнее, безопаснее. То есть он очень большой такой проект. По каким критериям будут оценивать? Умный наш город или неумный город? Есть какие-то показатели? Действительно, проект такой довольно сложный. Поэтому сейчас по заданию Минстроя Российской Федерации МГУ разрабатывает 700 критериев, как раз так называемых IQ городов по всем направлениям деятельности. И должны порядка 170 городов Российской Федерации пройти такую аттестацию. И, допустим, будут такие критерии, как установка умных приборов или какие-то еще показатели энергосберегающих технологий, которые покажут, на каком уровне именно по цифровизации находится тот или иной город. То есть в каких моментах нужно где-то доработать? Да. И чем отличается один город от другого в плане IT-технологий умного города? Ну а в принципе критерии, требования ко всем городам будут одинаковые, и мы в свое время должны будем как-то вот отслеживать. Ну определенные моменты, конечно, будут. У нас есть города-миллионники, есть города от 500 до миллиона, от 500 тысяч до миллиона, есть более мелкие. Конечно, будут определенные критерии. Там какие-то свои, да? Да, свои. Но в целом, конечно, критерии будут одни и те же. Ну я лично замечаю, наверняка в Барнауле это тоже замечают, что город Барнаул потихоньку становится все умнее и умнее. Давайте поговорим конкретнее о примерах в чем. Знаешь, что вот остановочные павильоны оснащены таблом, но не все. Очень мало, и может быть в этом направлении будет работа вестись. Ну действительно, что определенные успехи есть. У нас создана единая дежурно-диспетчерская служба, которая аккумулирует всю информацию об аварийных ситуациях в городе. Есть мониторинг паводковой, дорожной ситуации, погодных условий. Есть мониторинг датчиков определенных пожароопасностей, которые аккумулируются в определенном центре, которые руководят работой всех экстренных служб и взаимодействуют между собой. Кроме того, как вы уже сказали, на некоторых остановках появилось табло, которое удобно, сколько добирают, необходимо трамваю дойти до определенной, допустим, остановки. Значит, у нас есть трафик 22, где весь общественный транспорт, снабженный датчиком GPS, в принципе, видно на экране. Горожанам с телефоном можно определить, когда тот или иной автобус подъедет или вообще есть ли на линии. Кроме того, у нас есть проекты по энергосбережению в части образовательных учреждений. У нас 48 образовательных учреждений оснащены умными такими приборами, которые позволяют подводить отопление, освещение в зависимости от освещенности, температуры наружного воздуха и так далее. Это позволяет экономить бюджетные средства, ну и, в принципе, комфортную среду ученикам или другим людям. Ну, то есть, правильно понимаю, в перспективе, в рамках этой программы все школы должны быть оборудованы вот такими, ну, не умными даже, я бы сказала, а современными устройствами. Современная жизнь диктует вот такие требования и правила. Безусловно, конечно, вся будет инфраструктура оборудована вот этими умными приборами. Допустим, и в домах, в многоквартирных домах появится, в ряде уже многоквартирных домов появились такие и умные приборы, и датчики движения, освещения. Ну, планируется, умный город планирует, чтобы это было повсеместно. То есть, это имело такой глобальный масштаб, и тогда, в принципе, жить во всем городе станет комфортнее, безопаснее и так далее. А, мы провели небольшой опрос на улице, давайте вот послушаем, что думают о Барнауле его жители, считают ли наш город безопасным и современным. Честно говоря, я, наверное, в этом смысле динозавр. А мне технический просто прогресс с одной стороны радует, с другой стороны, ну, постольку-поскорьку. Это же не предел мечтаний камеры, вай-фай, ну, не знаю я. Что для вас предел мечтаний? Что бы вы хотели увидеть в Барнауле? Да пусть останутся старые дома, которые есть, подремонтировать. Что бы камеры, конечно, были не только вот по главным улицам, а чтобы они были во дворах, чтобы было это все безопасно для жильцов нашего города. Потому что бывают такие ситуации, что везде освещенные улицы. Вот это тоже бы хотелось. Если будет вай-фай на остановках, это, конечно, чудесно. Я это поддерживаю. Потому что когда в транспорте появился вай-фай, это тоже было первоначально очень здорово. После того, что было раньше, много лет назад, это, конечно, было плюсом. А если бы появился портал, на котором вы могли бы высказывать свои советы по улучшению города, администрации, властям действующим, как считаете, к вам бы прислушивались? Очень хочется надеяться, что все-таки власти прислушиваются к мнению горожан. Потому что люди здесь живут, и те, кто не планирует уезжать, хотелось бы, чтобы для них что-то тоже делалось. Что можно изменить? Люди занимаются, они внедрят. Было бы финансирование. Вы сказали, что кое-где уже умные приборы начали появляться. За чей счет они там установлены? И наверняка, если мы в рамках нацпроекта участвуем, должны быть федеральные средства. Безусловно, источники разные. Конечно, основная надежда на федеральные средства, потому что IT-технологии все-таки финансово емкие технологии. Поэтому и с помощью крупных вливаний произойдет, конечно, существенный сдвиг. Кроме того, все равно выделяются на местном уровне из бюджета небольшие средства. Конечно, мы не можем похвастаться, как некоторые другие города. Допустим, на Ассоциации сибирских дальневосточных городов приводился опыт Южно-Сахалинска, который один представитель сказал, что у нас выделяется 120 миллионов на умный город ежегодно. Конечно, в городе Барновли много других проблем. В смысле, это только муниципальные средства? Да, только муниципальные средства. Поэтому города находятся в разных условиях за счет собственных средств. Каждый могут... Мы пытаемся взаимодействовать с бизнесом. Вот вы затронули, наверное, умные остановки. Здесь как раз не получается установить за бюджетные средства. Здесь мы ищем соприкосновения с интересами бизнеса. Что такое умная остановка? Это будет представлять собой, во-первых, Wi-Fi-зону, бесплатный интернет, потому что ожидает транспорт. Затем будет какие-то информационные табло более совершенные, не просто подход трамвая или троллейбуса или автобуса, а будет, допустим, где вы находитесь, как дойти до определенного места, планируется и так далее. Допустим, можно зарядить телефон и много-много. Вызов экстренных служб обязательно и так далее. Но, чтобы бизнесу было интересно, у нас мы работаем и с мелкооптовыми компаниями торговля, и с общепитом, и с рекламными конструкциями, которые... Ну, рекламные конструкции им выгодно показывают свою рекламу, допустим, на остановках. Они просчитывают свои доходы и риски и так далее. Допустим, общепит, ну, это вот продажа кофе какого-то, какие-то вот мелкорозничная торговля, это продажа каких-то, ну, сладостей и так далее, так далее. Это делает, с одной стороны, комфортнее более ожидания автобуса, и, с другой стороны, бизнес заинтересован, как бы, окупить свои средства. Поэтому, учитывая ограниченность бюджетных ресурсов и ожидания федеральных денег, мы вот пытаемся такие моменты соприкосновения с бизнесом найти. Сумму федеральных средств мы пока еще точно не знаем. Ну, есть общая сумма, которая на сайте правительства находится. На всю реализацию до 2024 года цифровизации не умного города, а цифровой экономики, это триллион шестьсот миллиардов. Из них триллион сто миллиардов – это федеральных средств, в основном федеральных. Сколько это будет на умный город, сколько будет на край, на город, это, ну, мы надеемся на эти средства, они значительные, как будет распределяться. Ну, там много направлений, помимо умного города. Там и цифровая грамотность населения и так далее, и так далее. Там много направлений. А вот камеры видеонаблюдения в числе вот? Да, безусловно. Это входит как раз в общественную безопасность. Вот сейчас есть отдельные разрозненные камеры, допустим, есть у управляющих компаний какие-то бизнес-структуры, магазины, банки и так далее. Допустим, у полиции есть определенные камеры. Мы на некоторых объектах особо важных устанавливаем. Ну, вот такой целостной системы нету, а общественная безопасность должна иметь какой-то ситуационный общий центр. И причем не просто там сидит какой-то человек, наблюдает, а еще встроен интеллект определенный. Когда он будет, допустим, он увидит, допустим, какую-то ситуацию, какие-то движения, какие-то хаотичные действия, он будет определять интеллект уже там драк или что-то, и уже наряд полиции будет уже более эффективно выезжать. Либо человек находится там в горизонтальном состоянии. Значит, наверное, плохо ему, допустим, реагирует и так далее. То есть это повышает эффективность. Не надо у каждого столба ставить полицейского или кого-то, и будет вот по определенной моменту. И все вот эти наши общественные территории, которые много в Барнауле сейчас, будут безопасны. Слушайте, вот вы так здорово вроде как рассказываете, а не случится ли так, что придется сократить всех же полицейских? Потому что у нас есть умный интеллект, умные камеры. Или вы тоже это все как-то продумали, чтобы было гармонично? Ну это общий такой философский вопрос. Недавно Дмитрий Анатольевич Медведев говорит о роботизации. Это действительно общая проблема. Вообще цифровая экономика – это как раз замена рабочих, особенно в тех, где рутинная работа, тяжелая, вредная замена. Безусловно, это общая философская проблема. Поэтому это во всех отраслях автоматизация приводит к высвобождению, повышению производительности труда и высвобождению рабочих сил. Поэтому мы так отдельно не рассматриваем. Это общая такая мировая тенденция. Это не только города Барнаула или даже нашей страны. Вот одной из приоритетных задач проекта является создание цифровой платформы «Активный гражданин». Что это такое? Это одна из трех составляющих управления городом. Это вовлечение граждан как раз в процессы принятия управленческих решений города. Вот, допустим, мы знаем, что у нас сейчас много общественных территорий красивых, новых появляется. И задача такая, что как раз горожане, чтобы выбирали именно где делать. И первые попытки были, вот вы, наверное, помните, были выборы и были опросные листы определенные. И как раз жители голосовали. Ну, не все там кто голосовал. Ну, по-моему, 38 тысяч проголосовал за отдельные территории. И был выбор как раз общественного мнения. Вот как раз «Активный гражданин» – это перевод как раз в постоянное, вот это, по многим вопросам, по каким-то, да, именно голосование. Есть уже определенный опыт, допустим, города Москвы, где вот «Активный горожанин» или «Гражданин», по-разному называют, значит, «вовлечен с 2014 года». И там по статистике уже проведено около 4 тысяч опросов по различным направлениям. То есть создана определенная платформа. Конечно. Человек заходит и в рамках интересующих его вопросов может оставить свой отзыв. Нет, сразу скажу, это будет региональная платформа, то есть Алтайского края. Значит, будет поделено определенное муниципальное образование. Но, допустим, житель города Рубцовска не будет голосовать за общественную территорию города Барнаул. Он будет заниматься своими территориями. То есть уже это есть продукт? Минстроя Алтайского края планирует, ждет, либо готовый продукт закупить, либо это. Вот мы ожидаем вот это. В ближайшее время? И тогда по многим вопросам либо тему задает сам муниципалитет, говорит, вот надо выбрать общественную территорию, либо гражданин обращается, вопросы аккумулируются. Мы видим, что поток информации, много пожеланий растет по данному вопросу. Это как раз для пищи для принятия управленческого решения. У нас есть муниципальные программы, вот сейчас будет 21, и как раз вот пожелания горожан будут учитываться при вот каких-то распределении ресурсов, ограниченных бюджетных ресурсов. Поэтому это вот как раз голосование вот позволит именно гражданам вовлечься вот в этот процесс. И скажу, что указом президента вот этим 204-м стоит задача до 2024 года до 30% горожан, чтобы активно участвовал в вопросах благоустройства. Финальный вопрос, очень коротко, попрошу на него ответить. Еще обсуждается возможность по созданию в Барнауле IT-технопарка. Что за такой парк? Это будет огромный комплекс. Очень интересный проект, это по адресу Пролетарская 115, есть такой, есть у нас такая компания, IT-компания Митро. Один из руководителей, Денис Сергеевич Газукин, очень такой интересный человек. Он привлекает свои средства, средства других инвесторов, строит вот такое здание, где будут собираться IT-шники, различные компании. У него очень интересная идея. Ну, для горожан и для, допустим, бизнеса города это очень удобно. Все будут понимать, куда идти, если какая-то IT-проблема. Для программистов очень интересно, потому что программисты это отдельная среда, это отдельные творческие люди. И там будет создаваться офис современного формата, как многие международные компании, российские компании, где будет создана для отдыха, для каких-то переговорных, open office, где там свободно, где захотел, где сел. Но это особая среда, это даст импульс. Вот по различным оценкам у нас около 5-6 тысяч горожан занимаются IT-индустрией. Ну, различные, кто-то сайты делает. То есть, востребованное будет место для Барнауцев. Поэтому это место, я думаю, и это как бы точка роста, ну, в дальнейшем для, в принципе, для всего, вот, экономической жизни города. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Вам спасибо. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Павел Исипенко, председатель Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула. Спасибо.